Привет всем! На самом деле я всегда очень любил дуэлиться и в Лич Кинге мне хотелось придумать для себя какой-то спек класс, при котором я почти никогда не буду проигрывать. И в свое время, несколько лет назад, я на одной из пираток изобрел, ну скажем так, свой билд. То есть, грубо говоря, я не подглядывал в какие-то готовые варианты, мне показалось, что я смогу придумать что-то свое, но мне в тот момент казалось, что я не прогадал. В стартовом гире я выиграл там буквально все дуэли со всеми классами. Впоследствии на WoW Circle, когда ввели арену 1 на 1, я стал уже испробовать этот билд в рейтинговой арене. И, в общем-то, также убедился в его мощи. Но впоследствии я встретил много других дек, у которых был иной гибридный спек. Вот о гибридных спеках для Дивк Найтов сегодня и пойдет речь. Ну что ж, в видео будут таймкоды, то есть вы сможете переключиться туда, куда вам интересно. Начну я с рассказа о более типичном билде для Рыцарей Смерти, а потом уже во второй части расскажу о том самом билде, который лично мне нравится больше, хотя тут можно как бы спорить, что лучше, что нет. Поехали. Суть гибридного билда в том, что вы смешиваете две ветки, Блад и Анхоли, примерно поровну, больше, наверное, все-таки в Анхоли, усиливая ваши болезни и при этом отхил. Основной урон в этом спеке, в классическом гибридном таком ДК, урон идет от Лика в Смерти. Поэтому, безусловно, вы прокачиваете вот этот талант. Дальше вопрос. Тут можно играть по-разному. Можно играть через удар чумы, но, на мой взгляд, все-таки более универсальным и более таким стабильным по дамагу является урон через Лика Смерти. То есть ваш Лик Смерти это основной дамажущий, по сути, спелл и обилка. Поэтому раскачивать удар чумы я не вижу большого смысла. И удар плети вы тоже в нем не берете. Поэтому можно даже отдать сюда в додж пару талантов. Обязательно сюда вкачиваем ради Лика. Охватка также очевидный талант. Этот талант, безусловно, вам нужен. Бафы гуля и прочего. Взрыв трупа очень мощная штука в дуэлях, да и не только. Дальше. Здесь вот встает выбор. Куда докинуть пару талантов пока что. Удар чумы, либо в продолжительность болезни. По сути, в этом варианте ваш основной урон будет от болезни и от Лика. Поэтому продлить их длительность, мне кажется, лишним не будет. Это поможет вам делать больше ударов смерти, реже обновлять болезни, ну и так далее. Раскачиваем питомца. Теперь на коне бледном очень хороший талант. Он позволяет вам уменьшить стан на 20%. И против опытных дестроварлоков это очень сильно помогает. Ну и, собственно, с рогами, которые, на самом деле, ДК тоже могут убивать. Если они обузят ПВЕ, одеты в очень хороший гир, то даже от роги можно отъехать. Дальше. Нечестивая порча, разумеется. Порочность берется на фул, потому что, как я уже говорил, ваш основной урон, по сути, будет от магии. Понятно, что мы берем подавление магии на фул. Вот он, наш вордалак. Все, панцирь. Дальше. Осквернение. При вкачке на единичку, как я видел многих, я не очень понимаю смысла в этом таланте, потому что он не позволяет так сильно кайтить ваших противников. Ведь без осквернения очень сложно убивать многие классы, такие как фералы или даже те же ретриков можно кайтить. Я, будучи ретриком, сталкивался с одним ДК, который буквально всю игру тебя кайтит вокруг пилоров. И без вкачанного на фул это так легко не удастся. Поэтому я считаю, что его надо брать на фул. В принципе, дальше мы можем, опять же, вариативить. И кто-то предлагает добивать погребальный плач ради того, чтобы фармить больше единицы рун для большего количества ликов смерти. Либо же вы можете проскачать великую власть нечестивости, которая позволяет вам даже танкуя во фростойке, сохранить бонус скорости, ведь иначе вы, скорее всего, не чарите ваши ботинки, да, на анхоле презенс, что у вас будет 15%. Так что здесь вариант. Наверное, в этом варианте вы все-таки больше будете полагаться на лики и больше от них дамажить, а здесь же вы сохраните вашу скорость. Поэтому здесь, мне кажется, можно как бы спорить, и это зависит от вашего геймплея. Да, ну сразу скажу, что Некрос и закаленный в крови клинок, по сути, они вам не нужны, как я сказал, вы дамажите магией, поэтому он не так сильно будет вам помогать с уроном. Некрос, честно, я тестил, ну это, на мой взгляд, это больше ПВЕшный какой-то талант все-таки. Не такой от него большой урон, я это тестирую. Закаленный в крови клинок, опять же, я его потестил, вкачивал на фул, честно говоря, не ощутил в нем какого-то сильного профита. Поэтому можно, например, здесь вкачать погребальный плач. Предсмертная лихорадка берется на фул, дальше берется панцирь, остаются у нас очки талантов. Можно бить сюда, либо можно, например, сделать вот так. Разносчик черной чумы. Магический урон, он повышает магический урон. То есть, вот этот талант уже вешает на цель лишнюю болезнь, вот этот талант еще сильнее усиливает ее и повышает весь магический урон, соответственно, также повышает криты и так далее. Здесь дальше вариант выбрать удар плети, либо бродячую чуму. Мне кажется, удар плети сильно вам не поможет. Мы берем билд, который будет увеличивать вашу выживаемость, поэтому я бы отказался от удара плети в пользу удара смерти. Соответственно, он вам не нужен. А вот бродячую чуму на единичку вкачать можно. Это хорошо, опять же, с классами, у которых есть петы, типа варлоков. Также он просто сам по себе прокает и он наносит дополнительный урон вашей цели. А ваш урон, как я сказал, это болезнь и магия, поэтому почему бы и не вбить сюда хотя бы одну очко талантов. Дальше. Вот этот талант, он и так же бафает ваши, по сути, милишные атаки. Поскольку мы забили на удар чумы, то бафать его здесь тоже, наверное, большого смысла нет и можно вот так пойти агрессивно в клинковую ограду. Тем самым у вас будет довольно часто висеть этот баф, который у него понижает весь входящий урон. Скачивать двуручное оружие, на мой взгляд, здесь большого смысла нет. Опять же, по той же причине. Мы уходим от фокуса на мили. Вот эта штука вам будет бафать ваш АП. И за счет вот этого таланта мы будем также еще больше увеличивать урон от магии. Поэтому я считаю, его можно брать на фулл. Захват рун. Дальше. С одной стороны, бафнуть криты, в том числе на спеллы и лики смерти. Это, конечно, прикольно. Но с другой стороны, мы все-таки не фокусимся на критах. И наши криты здесь не так важны, как то, чтобы у нас всегда была сила рун на эти самые лики. Поэтому я считаю, запах крови здесь профитнее взять на фулл. Потому что три удара в ближнем бою все равно. Десять сил рун с каждого удара, тридцать единиц сил рун это очень солидная штука. И плюс она прокает постоянно. То есть, я считаю, что запах крови здесь профитнее. Поэтому крит можно взять здесь на единичку. Безусловно, мы раскачиваем наш захват рун. Потому что мы в два раза его бафаем и уменьшаем кд. Это очень сильный талант. И захват рун по 8-9 тысяч может хилить. Минимум на 6. Зависит от гиры и так далее. Поэтому, да, однозначно. Отражение заклинаний. За счет силы, если я не ошибаюсь, у ДК силы именно бафает парирование. У вас парирования на самом деле довольно много. Поэтому талант этот часто срабатывает. Дальше берется ветеран третьей войны. Он еще больше повышает ваши основные характеристики, которые благодаря этому таланту и этому таланту будут очень сильно скалироваться со шмотом. Кровавую метку. Все. У нас есть два таланта на поганище. Все. По сути, билд готов. Мы прям ровно уложились во все таланты. Ничего лишнего. То есть, мы имеем супер выживаемость. За счет панциря вот этих всех талантов. За счет костяного щита у нас дополнительно выжимаемость. Метка, отхил. При этом мы бафнули свою силу атаки по максимуму. За счет вот этого таланта, вот этого таланта. Ну и поганище. Соответственно, наши болезни и наши лики смерти будут скалироваться от силы атаки очень сильно и мощно дамажить. Вот. И болезни также имеют шанс дополнительно прокать. Плюс у нас три болезни. Соответственно, удар смерти дает дополнительный отхил. Мы сохранили основные таланты выживаемости, отхила. Вот. И при этом еще имеем урон. Вот в этом, наверное, и есть вся сила этого спека. Безусловно, без бесконечной зимы мы иногда будем факапить со сбиванием коста, потому что теперь заморозка без силы рун не работает. Но, честно скажу, это не так сильно критично чувствуется. Во всем остальном, в принципе, получился, на самом деле, не самый плохой спек. Здесь можно вот этот единичный талант, да, варьировать, куда бы его докинуть. Можно даже вспышку болезни или куда-то еще. Но это ваш, как бы, на ваш вкус. В принципе, наверное, это такой более-менее стандартный билд. Как я сказал, можно было бы упороться в жестокие удары, в удар чумы. Тогда пришлось бы качать здесь талант и, конечно, пришлось бы брать здесь. Потому что мы, как бы, больше полагаемся на милишные атаки. Вот. Ну, мы не бьем, безусловно, мы не бьем, безусловно, ударом плети, потому что мы его не вкачали, но кровавый удар мы иногда прожимаем. Но, на мой взгляд, все-таки это больше ПВЕшная история. Так, какие символы? Символ вурдалака однозначно мы берем. Есть такой заманчивый символ, как захват рун. Вроде бы, 10%. 10% еще и вашему пету. Но давайте подумаем. Допустим, вы на 8000 хильнулись. Получается, что захват рун похилит вас на лишних 800. Ну, согласитесь, это не особо. Тем более, 10% пету, ну, полный бред. На мой взгляд, абсолютно бесполезный. Мы обязательно берем символ черной смерти, 15% урона от лика. И вот у нас остался один слот. Здесь можно варьировать разные символы. Вот здесь, на мой взгляд, два самых классных глифа. Это на антимагический панцирь. 2 секунды это очень сильно увеличивает его длительность, на самом деле, по ощущениям. И когда я дерусь за какого-нибудь кастера против ДК, и у него этот чертов панцирь, на лишние 2 секунды, это прям сильно ощущается. И, ну, реально, это добавляет вам еще больше выживаемости. Можно подумать, что кастеры нам не страшны, но, поверьте, толковый фрост мак или дестра варлок тоже могут нас раскастовать и вполне себе прибить. Ну, и плюс помогает еще легче убивать шипешек всяких и прочих. Так что, на самом деле, на мой взгляд, хороший глиф. Но я бы все-таки брал символ болезни. Объясню почему. Потому что лишний раз не вешать на цель через удар чумы, там, аси-тач или оковы болезни, это дает вам возможность применить лишний удар смерти и лишний отхил. То есть, по сути, этот глиф дает вам лишний отхил. Плюс вам нужно кастовать мор, в противном случае вы его реже используете, а так вы чаще. Вы применяете, соответственно, кливаете вторую цель, если она есть, питомец и так далее. На самом деле, с магами иногда достаточно раскинуть мор на его зеркала и питомца, бросить лужу, и они умирают просто за считанные секунды. Поэтому, мне кажется, что вот этот символ мора, он довольно-таки полезный, символ болезни. Я бы его использовал. Вот. То есть, вы сохраняете ваши, как бы, руны. И плюс, как я сказал, мы в этом варианте билда не используем удар чумы. Ну, в смысле, мы его не бафаем. Мы, конечно, его используем, но не бафаем. И символ болезни позволяет его реже использовать. С другой стороны, можно подумать, что для ДК, который постоянно кайтит ваши цели, он, соответственно, делает это часто через удар чумы. Можно подумать, что раз удар чумы так часто используют, то нужно его бафать. Ну, здесь, как бы, зависит от вас, в общем. Ну, про малый глиф говорить не буду. Что ж, это был стандартный спек для гибридного ДК, о котором, наверное, многие знают. И часто в нем я вижу людей, которые в нем играют. Но это не мой любимый спек. А мой любимый спек, который... Ну, я могу сказать, что я изобрел сам. Я сейчас о нем расскажу. Ну, что ж, сейчас речь пойдет о моем любимом спеке для гибридного ДК, который, не знаю, не претендуем на уникальность, но лично я никого в нем вообще не видел ни разу, кроме себя. И он может показаться странным, но, честно говоря, мне он нравится. И у него есть несколько различий со спеком обычного гибридного ДК. Я обо всем расскажу. Раскачиваться мы начнем с ветки Блад. Здесь мы бафаем Кровавый Удар, потому что мы его чаще используем. И Клинковую Аграду. Можно от него отказаться, но в этом билде мы больше полагаемся на физик урон, поэтому Кровавый Удар мы будем использовать. Дальше обязательно берем этот талант, потому что ближний бой у нас теперь играет совсем другую роль. И Клинковую Броню берем на 3. Сначала захват рун, полностью вбиваем криты, прокачиваем захват рун, берем отражение. Все стандартно, метка, поганище. Вот. Так, дальше есть некие развилки. В принципе, вот здесь как бы уже у обычного билда гибридного ДК все, мы как бы с Бладом прощаемся. Но нет. Тут мы берем Великую Власть Крови. Она позволяет вам сохранить восполнение от 4% урона в любой стойке. И плюс под Властью Крови отхил у вас повышен на 10%. Это очень много на самом деле. Когда абсолютно весь ваш отхил идет на 10% больше. И это очень заметно. Поэтому вы бегаете в Блад Стойке. Мы уходим от Анхоли Презенца. Тут можно было бы взять истерию, но, честно сказать, я попробовал и я не ощутил профита от нее. Потому что мы не так сильно бурстим, как если бы мы были в фуллбладе. И нам не хватает этого бурста часто, чтобы за туннели цели. 30 секунд по проценту. Получается, что 30% ХП мы теряем. Ну, можно сказать, что у нас же куча отхила. Но либо я не разобрался, как с ней играть в этом билде, либо мне все-таки кажется, что она излишняя. Я бы ее не брал. Вот, у нас есть лишние теперь таланты. Я бы взял запах крови хотя бы на единичку и добил бы на четверку клинковую броню. Теперь берем кровь вампира и раскачиваем удар смерти. Кровь вампира. Супер мощный талант. Он стоит всего одну руну крови и кд 1 минута. Он бафает весь хил по вам на 35%, что прям до хера. И с учетом вот этого таланта вы фактически поглощаете Mortal Strike, который снижает на 50, так у вас уже минимум 45. Плюс также он увеличивает ваш запас здоровья. То есть это как некий ласт-тенд. Его можно не стесняться использовать в начале. Лично я рекомендую применять его в тот момент, когда у вас есть руны на удары смерти, чтобы вы смогли сразу релизнуть пару штук. Плюс под кровью вампира очевидно профитно использовать захват рун, а также использовать пожирание питомца. Это вполне понятные вещи, но не все, наверное, на это обращают внимание, потому что мало кто с ним играет. Но, в общем, у этого таланта очень много применений. Да, и его можно использовать в саленсе. Дальше. Усиленный удар смерти. Увеличивает урон от способности удар смерти на 30%, плюс 6% крита. Это, безусловно, офигенный талант, который бафает ваш основной дамажущий спелл, обилку. В данном случае это будет удар смерти. То есть за счет кровавой мести, критов, удар смерти бьет очень много, критует очень часто. Идем в анхоле. Здесь берем, безусловно, болезнетворность, а вот тут как раз можно бафнуть удар чумы, потому что теперь у нас физик урон гораздо сильнее бафается и имеет смысл раскачать и удар чумы. Мы также здесь играем с питомцем. В этом плане мы никуда не уходим. Бафаем лик смерти. Хоть он не наш основной теперь спелл, но все равно взрыв трупа. Да. Вспышку болезней. Наконец, блин. Пока мы вкачали наедине. Так, нечестивая порча. Здесь стандартно. Кайтим, кайтим также. Все, берем. Панцирь берем. Такой вот получился вариант. То есть здесь можно варьировать, например, перекинуть сюда четверку, сюда единичку. Но основная суть примерно остается такой же. То есть мы здесь имеем также снижение стана. Мы здесь имеем взрыв трупа, питомца. Все как есть. У нас также есть панцирь, сниженный урон от магии и так далее. Все есть. Но помимо прочего, у нас есть также, сохраняется метка, да, кровавая. Но есть еще и кровь вампира и усилен удар смерти. А представьте, кровавая метка под кровью вампира. Тоже неплохая штука. По глифам. Здесь также берется глиф фурдалака. Захват рун все еще не так профитен. Кстати, вот кровь вампира повышает на 5 секунд длительность. То есть в полтора раза увеличивает. На самом деле, это может быть очень неплохим вариантом для выживаемости. Если вы чувствуете, что так вы реально круче живете, вперед. Также у нас есть другие классные глифы. Это удар смерти. Удар смерти увеличивает урон на 25% за 25 рун. Но не больше 25%. Таким образом, имея всего 25 рун на балансе, каждый ваш удар смерти на четверть сильнее бьет. И вот здесь, кстати, он еще бафается его отхил. То есть, по сути, ваш удар смерти хилит не меньше, чем в анхоле. А за счет всех вот этих талантов на повышение отхила он хилит, конечно, сильнее. А дальше варианты. Мы взяли урдалак и удар смерти. Что еще мы можем взять? Я бы взял опять символ болезни. По той же причине. Здесь наш удар смерти еще более критичен. С ликов мы не так сильно бьем. Поэтому, на мой взгляд, вот в этом билде как раз символ болезни также имеет место быть. Можно взять вместо него против вампира и так далее. Но я решил так. Сразу хочется сказать, в чем минусы этого спека. Минусы. Минусы в том, что он хуже работает против кастеров и рейндж-дд. Очевидно. Потому что вы больше полагаетесь на атаку в ближнем бою. Лик меньше бьет. То есть, если вас будут кайти, то вы ликами не сможете так поражать цель, как в обычном гибридном анхоле. Поэтому в этом спеке вы от магов будете страдать больше. Но, возможно, вы будете лучше выживать за счет всего всякого отхила, который здесь есть. Например, можно свитчиться на пета и отхиливаться с него, если будет грамотно все организовано. Но, как бы, тут up to you. Должен сказать, что с кастерами сложнее. Плюс сложнее с ретриками. За счет того, что в этом спеке сложнее кайтить. У вас меньше возможностей за счет того, что вы на расстоянии хорошо дамажите и откачиваете. Вам все-таки нужно идти в ближний бой, только тогда вы сможете пробивать реально ретрика. На расстоянии вы это сделать не сможете. Кайтить все равно можно, но это не так эффективно, как в обычном гибридном билде. Вот, ретрики и кастеры, да. В чем плюс этого спека? Вы просто уничтожаете других ДК. То есть любой ДК, который вам попадется на пути, вы точно его убьете. Вы его унизите, с фулл ХП закончите вашу дуэль. По крайней мере, лично опыта могу так сказать. В общем, могу сказать, что да, этот спек, он контрит любого ДК. Абсолютно, не важно. Даже если тоже гибрид. Я убивал суперрейтинговых гибридов с кучей ММРа. Все равно я их убивал. Поэтому могу сказать, что да. Еще легче с рогами, на мой взгляд. Потому что у вас, опять же, больше способностей для отхила. Ну что ж, ладно. Давайте поговорим теперь немножко о гире. С гиром тут не так все сложно, на мой взгляд. Но есть некоторые, наверное, нюансы. Но в первую очередь, вы берете фулл А8. Без вариантов. Дальше, лично в этом спеке, я предпочитаю брать весь нонсет на пробивание брони. Плащ у меня с меткостью, потому что у меня нету кольца за репутацию. Ну, так получилось. У меня есть кольцо на пробивание. Здесь должно быть кольцо как раз с проком, с меткостью. И тогда вот этот плащ можно заменить на какой-нибудь со скоростью. Или еще что-нибудь. Дальше. У нас нонсет наручи обычные. А8. Ботинки ради меткости, безусловно. Куча силы, крит, меткость. Отличные статы. Чарку беру на выносливость и рез. Тринкеты. Я играю за антеда. Поэтому здесь понятно. Пвп тринкет обычный с резаленсом. Дальше. Второй тринкет. Здесь можно спорить. Можно брать выбор смерти на дамаг и прочее. Но на мой взгляд дамага у вас и так будет хватать. Особенно если у вас будет еще и билд классический. То там вообще с магией у вас отлично много урона влетает в любую цель. В этом билде иногда я пробовал бегать с волей смертоносного. Но по факту большого смысла в ней нет. Все-таки выживаемость вам дороже. Вот эти 228 выносливости. Вот сейчас у меня почти 36 тысяч. А эти дают мне, получается, грубо говоря, 2 с лишним тысячи хп. Это очень много. И что они бафают? Они бафают захват рун, потому что он зависит от вашего процента хп. Они бафают удар смерти, потому что он восстанавливает 5% от вашего здоровья. Плюс кровь вампира. Она еще больше вам хп возвращает. Плюс ваш питомец, когда вы его сжираете, он восстанавливает 40% от вашего здоровья. То есть весь ваш хил бафается. Плюс этот ключ также еще имеет при использовании эффект на поглощение урона. Что тоже можно использовать и хранить до момента, когда вы получаете сайленс. Таким образом, очень неплохой баф. По печати. Здесь можно спорить. У меня здесь есть бинды на переключение. Ну, скажем так. Если вы деретесь с ретриком, с шп, то порой вам может показаться, что вы не пробиваете его шилду. И, возможно, имеет смысл одеть эту печать. Безусловно, она бафает очень сильно лик смерти. И все анхоли ДК и именно классические гибриды бегают с ней. Вот эта же печать, она больше именно под ваш... Вот под этот билд она больше подходит. Потому что когда вы туннелите, бафает ваш удар смерти. Вы его постоянно применяете. То в целом, да. Вот эта сила, она может очень хорошо вам сыграть на руку. И бафнет все ваши удары. И поскольку вы еще раз не полагаетесь так сильно на лик смерти. То, мне кажется, эта печать лучше. Я чаще бегаю с этой печатью. Но иногда я меняю ее на лик смерти. Что ж, давайте посмотрим на цифры. Какие цифры урона. Чтобы я не был таким голословным. Да, как я говорил, мы бегаем в ластик крови. Кстати, посмотрим, насколько меня похилит сейчас захват рун. Почти на 8 тысяч. Это, грубо говоря, четверть хп. Все по манекену бьет. Вот, 7 тысяч. Вот криты по 6, по 7 тысяч я на арене встречаю. По тряпкам и так далее. Вот у меня символ болезни. Кстати, а какой у меня тут третий символ? Да, удар смерти и вурдолаг. Вот смотрите, сейчас он на 6 900 кританул. Ну, да, надо сказать, поскольку вы бегаете не в анхоле презенсе, то вам нужна чарка на скорость. Профессия у меня ювелирка и инжа. Ну, каппенетры вам нужен магический, безусловно. У меня 146, ну, может, 140 достаточно. Я всегда бегаю не меньше 140. Больше нужно только для питомцев вурдлоков. У них, по-моему, 160. Мастерства у меня получилось 12. Это позволяет практически не промазывать по кастерам, у которых, если не ошибаюсь, 5% дефолтных. Варьирование 16% в моем билде сейчас. То есть, с вероятностью 16% каждый спелл прямого действия, грубо говоря, бьет в 2 раза меньше. Что довольно-таки круто. Рез. Реза достаточно, на мой взгляд, не больше 1000 в этом билде, по крайней мере, в моем, в этом варианте. Потому что, ну, честно говоря, я не чувствовал, чтобы меня прям пробивали, и мне надо было больше. Я чаще чувствовал, что мне не хватает урона. Если вы попадаетесь на каком-нибудь ретрика, который очень сильно вас пробивает, то вам ничто не мешает сменить Frost Presence. Во Frost Presence у меня 38 тысяч. Это много. Пушка Shadow Morn, конечно, для вас бис. Если у вас есть вторая пушка, пвпшная, с резом, то лучше взять ее. Но у меня ее нет, поэтому я беру руну Расколотых Мечей и вешу ее на Бриндролль, на котором у меня, собственно, вот руна Расколотых Мечей снижает время дизарма. Я ее ношу против ШП до первого дизарма, после чего я свитчу Shadow Morn и под КД второго дизарма, если он еще живой, то я ее обратно одеваю. С рогами я чаще использую ее, потому что в этом билде дизарм, он еще более критичен, потому что, еще раз, вы дамажите физик уроном, вы дамажите Death Strike, ударами смерти, они вам нужны. Меткость 158, ну, в общем-то, чуть меньше капа, наверное, стоит ставить гемчик сюда, и чтобы был ровно кап. Вот, это, наверное, важно. Да, у меня 240 АРП, пробивание брони, это дает 17% пробивания. Если мы оденем героическую волю, то у нас будет уже 29, то есть 30% пробивания. Я пробовал загемиться на пробивание, скажу честно, экспериментировал, мне не очень зашло. Все-таки, мне кажется, прочно лучше гириться на силу, потому что болезни все-таки тоже должны бить, так вы их вообще не бафаете никаким образом, одевая пенитру. И, на мой взгляд, да, ДК с пенитру это только фуллблад. Вот, в этом билде, несмотря на то, что вы бьете физикой очень сильно, мне кажется, это лишний. Этим ДК я начинал играть в начале сезона и взял в Солоке, по-моему, 200 рейтинга. Ну, не то, чтобы отличный какой-то винрейт, но топ-100 у меня получается ранг. Был повыше, но я не играл им, наверное, месяц или два, Солоку, арену 1 на 1. Поэтому ничего удивительного. Вот, такой билд, мне кажется, он очень классный. У него много плюсов, есть и минусы. То есть, в целом, я бы его рекомендовал над тем, кто хочет попробовать что-то новое, поэкспериментировать. И в нем вы практически будете убивать всех. Только хорошим ретриком или очень хорошим фералом, потому что они могут вас раскайтить и просто по дотам вас обыграть. Но здесь все равно большинство вы будете выигрывать. Даже не имея какого-то большого скилла. А стандартный гибридный анхолли ДК, мне кажется, он к скилу более требователен. Там важнее кайт. Здесь все-таки можно больше туннелить, потому что вам это необходимо для большего урона. Ну что ж, все. Это был мой такой мини-гайд. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы думаете. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok